Абстракция в случае нашего героя «Не дань времени» — это способ наиболее тонко выразить характер, чувства и эмоции изображаемых персонажей, сделать емким и в то же время глубоким сюжет. 18-летнему Артему Мясникову удается достучаться до людей своими картинами. Каждая наделена особым смыслом, каждая заставляет глядеться внимательнее и задуматься. Если и не с первого, то уж точно со второго взгляда угадываются образы известных белорусских художников, писателей, исторических персонажей. День во Вьетнаме, фиолетовый дискурс, игрок, афины, автор индивидуально подошел и к названию своих творений. Я постарался по большей части уходить от реализма, идти по большей части к абстракционизму, и выражалось это все в кубизме. Я не любитель рисовать натуралистически, потому что на данный момент мы можем сделать любую фотку и при хороших руках с помощью фотошопа подредактировать. Поэтому я все свои 12 лет преимущественно занимался именно написанием абстракций. Первые шаги в творчестве Артем Мясников делал в студии «Декор». Там и постигал искусство под руководством художницы Нила Горченюк. Индивидуальный подход к написанию картин был неоднократно отмечен известными мастерами кисти. Юноша участвовал в таких конкурсах, как «Арт-дебют», «Разговоры с Малевичем» и многих других. Победы только стимулировали к развитию способностей и расширению границ творчества. Это его такие старания, такой труд. Скажем, постоянно он ходил в студию, занимался этим, шел, хвалился, получал награды. У него очень много наград. Видите, всегда находит применение в чем-то. Кто-то в спорте, кто-то в искусстве. Каждый человек хочет выделиться, потому что он индивидуальный. Вот мой сын нашел свой индивидуальный свет. Каждая из картин требует разного подхода. Если на написание одной может быть затрачено две недели, то на другую и больше полугода. Работает художник с гуашью, акварелью и тушью. Вдохновение приходит в процессе, так считает Артем Мясников. А потому, создав в голове какой-либо образ, он сразу же берется за кисть молодого художника. Масса творческих идей и задумок. И даже обретев в будущем серьезную профессию, заниматься любимым делом, по словам юноши, он не перестанет. На первостепенно я хочу, честно вам признаться, пойти в сферу политики. Я и поступил на отдел политики и экономики. Но как хобби я бы хотел сохранять искусство и отдавать часть себя искусству. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.